Насчет истории. Во-первых, как ее преподавать? Понятно, что в школе я учился, и нам в основном преподавали, конечно, историю нашу советскую. Новая история это называлось. И многое... Ну, была, конечно, история и древнего мира, и средних веков. Но, конечно, основной такой пласт, да, это было изучение нашего советского периода. Оно понятно, да, потому что в 17-м году решили богов поменять, создали новую историю по-своему, да. Сказали, что все теперь будет по-другому. И почему так было, всем все понятно, да. Опять же, опираясь на моральный кодекс коммунистов, который мы все помним, да. Сейчас... Вот вы задали вопрос по поводу, опять же, татар-монгольского ига, да. То, что все говорят, было ли оно, не было ли оно. Может, Золотая Орда это вообще, что называется, действующие русские войска. Я читал эти книги, очень интересно. Тем более, как русскому человеку очень приятно об этом читать, да. И осознавать то, что, да елки-палки, да никогда, да мы все равно самые сильные, самые боевые. Вот. Но давайте такой пример. Во-первых, никто Караван Срай до сих пор не нашел. Ну, столица Орды. Где? Ну, нет. Ну, нигде нет. До сих пор никто не нашел. То есть, представьте, какой это должен быть мощный вообще город и так далее. И не так много исторически, в общем-то, времени прошло, да. Ну, сколько там веков. Вот. Потом не найдено ни одного, как они, пропуски там были такие, ну, золотые Чингисханы. Ну, не Чингисхан или там, да, остальные. В Орде выдавали проездной такой-то, кстати, пропуск. Вот. Тоже нашли где-то один или два. И вот на базе этого говорят, что Орда. Ну, в общем, не говоря уже о количестве церквей, которая была построена во время татаро-монгольской войны Руси, да. И так далее. Поэтому версия того, что Золотая Орда – это, что называется, русские войны, да, или… Она мне очень нравится. Вот давайте и так тоже рассказывать о истории. Да, история – это наука, которая, ну, строится, наверное, на каких-то или артефактах исторических, правда, или каких-то трудах. Это, ну, опять же, библиотека Ивана Грозного сгорела, да. Представляете, сколько там всего было. А говорят теперь историю переписали Романовы, правда? Ну, чтобы оправдать некое свое, так сказать, царственное назначение. Вот. В 17-м году еще раз переписали историю. Поэтому какую историю преподавать? А может быть и ту, и ту, и ту. А может быть, как раз история – это именно тот предмет, когда надо не догмой, что называется, а вот и твоя Панама. Давайте разберемся, а так ли это было, да. Да, по-моему, как раз это та наука, которая позволяет это делать. В истории, наверное, надо быть, основываться на фактах, но быть толерантным, если можно так сказать, к тем или иным. Кто знает точную историю? Ну, где-то, наверное, записано там наверху. Ну, человек пока живет еще недостаточно долго. Поэтому вот такое у меня мнение, значит, история.